Волня с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Ой, неоднократно мы как-то всё вспоминаем, иногда по-стариковски покряхивая вот те времена, когда всей семьёй собирались люди за столом, там какие-то бочоночки лото, или там в домино резались, или какие-то... Рыба! Или, например, в цирк, вот прекрасная игра, где там передвигали фиш, бросали кубик по очереди, передвигали фишечки, и столько радости, столько совершенно какого-то неподдельного счастья было в этом, в том, что всё это вот можно подержать в руках, всё это вот разворачивается, это полотно, кальёночка, вот по которой будут двигаться кубики, фишечки, всё это вот какое-то такое материальное. Сами же чертили, сами же, вот мы в пионерском лагере сами чертили монополию, там какие-то тоже эти поля выдумывали, вырисовывали, откуда-то брали названия этих брендов, господи, там в середине 80-х годов. Ну, где-то мы их там находили, знали, слышали, приблизительно даже, как пишется, воспроизводили. Ну, и приятно слышать, что вот настольные игры возвращаются, ну, и вернулись, и возвращаются, они пользуются популярностью, и более того, сейчас появляются всё более и более интересные какие-то вариации, и экологически прекрасные, выдержанные, да, вот всё просто, можно сказать, без отхода от производства. Для ума, сердца и экологии. Это... Да. Об этом сочетании, об этом триединстве мы поговорим с Артуром Перепелкиным, менеджером по мероприятиям Brain Games, латвийского производителя, ну, и торговцем настольными играми. Артур, доброе утро. Доброе утро. Как пришла вообще идея такого экологичного конкурса на лучшую экологичную игру? Да, надо сказать в двух словах, что только что, ну, недавно завершился конкурс идей настольных игр, сделанных из переработанных материалов, из вторсыря. Вот об этих сорока идеях сейчас поговорим. В принципе, такие идеи, на самом деле, в индустрии уже какое-то время ходят, вокруг, не только вот как в качестве конкурса, и чтобы прививать людям вообще к вниманию, что необходимо все-таки перерабатывать вещи, которые у нас остаются, и что у них есть возможность придать им вторую жизнь, какое-то новое использование дать. Но в целом, ну, мы вместе с Золя Йосла, организацией, ну, подумали, что это была бы очень неплохая идея. И особенно, когда начался логдом в Латвии, что мотивирует детей, молодежь, вообще семьи больше проводить времени вместе, занимаясь чем-то очень важным, вот как уже упомянули, может быть, чем-то стариковским, отчасти, и вспомнить вот эти вот эмоции, вот приятного времяпрепровождения вместе. Заодно еще что-то полезное сделать, а именно создать какую-то хорошую, интересную и уникальную игру для своей семьи. И вот что в результате получилось, был ли, насколько отклик был такой активный от населения? И что это за идеи в итоге-то, которые победили? Ну, мы считаем, что достаточно хороший, большой отклик был, потому что получили мы в уровне 40 идей или заявок на конкурс, и, в принципе, лучшие три идеи, они были оценены с нашей стороны, также со стороны Заля и Осла, то есть это не было, может, одностороннего решения, и первые три идеи, на самом деле, были очень, очень даже интересными. В принципе, одна из них была больше как игра на ловкость, в виде такого лабиринта, сделанного из картонных бочонков, от рулонов туалетной бумаги, которые были разложены в одной большой картонной коробке, и из этого сделан лабиринт, по которому надо было, наклоняя коробку под разными углами, проводить мячик через разные трубки. Достаточно оригинальная и простая идея, но все-таки очень-очень приятно видеть, когда кто-то даже думает не только, может, о настольной игре, как что-то, где надо подумать, надо стратегии развивать, а где просто можно повеселиться. Дальше другая идея была, в которой дети и молодежь не только прививали идею использования в сырья, но и также помогали различать природные ресурсы. В создании второй идеи, который был «По следам животных», они это назвали, делались разные карты со следами животных, и которые надо было между собой складывать, какие следа соответствуют какими животными, и это затем давало необходимость нам какое-то задание выполнить. Например, отсортировать разные виды шишки, еловые и кедровые шишки, отсортировать, выложить определенные фигуры из пластиковых пробок. И вот у них было собрано очень много разных природных материалов, также и переработанных, или потенциальных, которые можно переработать, материалов, с которыми много маленьких мини-игр, либо мини-занятий было связано. Ну и победитель, в принципе, придумал идею о не только игре как развлекающей, но и познавательной, с названием «Познакомьтесь с регионами Латвии». По большому счету, это такая большая пузла, которая представляет формы регионов Латвии, и вот игроки между собой состязаются, делая свои ходы, выложить большую пузлу и правильно расположить регионы Латвии так, чтобы мы получили контр латвийской карты. То есть в итоге не только развлекательно, но и очень познавательно. Это были такие три самые, пожалуй, яркие, и высоко оцененные идеи, которые мы получили во время этого конкурса. У регионов, признаться, в Латвии не так много, их всего четыре, визы, МЗМ, Голы, ну и так далее. Но этот пазл не состоит же из этих четырех-пяти фрагментов? Нет, нет, вот извиняюсь, может быть, именно из... Слово не могу вылезать. Из новодов, именно более маленьких частей Латвии. Ну, это на самом деле, да, интересно. И там как-то написаны тоже какие-то географические названия или, может быть, топографические точки? Она, в принципе, была сделана в оформленном виде как топографической карты, плюс еще с географическими названиями в этих же самых регионах. То есть, в принципе, вот если открыть, может быть, еще вспомните старые, раньше было книги с дорожными картами, там также была топографическая карта, вот что-то вот в ту сторону в плане стиля оформления. Артур? Да, скажите, а когда появятся они в продаже? То есть, это я понимаю, идеи, а они рассчитаны на массовое производство, да? Не совсем. Это больше была акция, которая была рассчитана на привлечение внимания людей к идее проведения времени вместе и также мотивирование людей все-таки использовать вторсырье для создания чего-то нового и хорошего, чтобы они могли провести это время вместе. Я догорелся, хотел сложить этот пазл. Мне самому стало интересно. Ну да, мне это напомнило лет, ну, какое-то количество лет назад была же такая социальная кампания «Познай родной край», она в русском аналоге так звучала, «Атпозземта зэна» или что-то в этом роде. Ну, на мотивах этого, да, ну, действительно прикольная же идея, пустить в производство. Вы не задумывались об этом? Мы однозначно об этом задумаемся, но пока что еще таких планов либо обещаний не было сделано, но мы все идеи однозначно рассмотрим, поскольку у многих из них есть на самом деле потенциал. И такое уже тоже было доказано несколькими годами ранее, когда у нас была издана игра от то время еще двух школьниц, которые учились в 11 классе. Сейчас, как раз, доступно в массовой продаже, которая идея, игра про путешествия по Латвии, и задача во время своего отпуска, как раз, скажем, уже в четырех больших регионах Латвии, как раз мы видим, Замбелла и Латгала, посетить какие-то туристические объекты. И вот сейчас она вот в массовой доступности шурпу-турпу называется. Поэтому такой опыт у нас есть. И тут тоже у идей потенциал мы тоже видим. Насколько сложно действительно запустить? Потому что нам кажется иногда, что игра, которая продается, ну, что там, это не электроника, не техника, вот то, что там какие-то нужно писать программы. Тем не менее, я понимаю, что это ведь требует огромного труда для того, чтобы разработать каждую деталь этой настольной игры, для того, чтобы ее сделать, запустить в массовое производство игру, требуется огромное количество усилий. Вот как это происходит? В самом деле, вы очень правильно говорите, что это требует очень много усилий. И одно из самых главных факторов, которые влияют на то, почему это занимает тоже так много времени и сил, это все надо проверять. Надо проверять между собой, надо проверять с людьми извне, смотреть за их реакциями, за их эмоциями. И на самом деле сейчас больше не только мы, но и другие издатели настольных игр по миру стараются следить именно за эмоциями, которые люди испытывают во время проведения либо процесса игры. То есть их не столько уже интересует, может, набор только правил, механических действий, а что люди чувствуют, в какие моменты, может, эти эмоции немного ухудшаются, в какой момент, может, человек начинает скучать и тянется за мобильным телефоном. Вот сейчас все самое главное идет к тому, чтобы человек не скучал, приятно проводил время и мог социализироваться с другими людьми, а не проводить все время, запустив в голову свое электронное устройство. То есть это какие-то своего рода фокус-группы, на основании которых вы делаете выводы и вносите коррективы, так? Да, можно и так сказать. А вот у вас сейчас прозвучала очень интересная мысль, ведь мы все время, когда говорим про настольные игры, как-то стереотип, что это игра в семье, ну, то есть вот мы играем с семьей, но тем не менее... В компании. Да, вот я как раз к тому, что насколько популярны настольные игры именно в компаниях, как вариант, например, какого-то корпоративного развлечения, когда, потому что понятно, что на Новый год или на Рождество можно собраться просто на пицце, но тем не менее, вот если есть возможность поиграть в настольную игру, это гораздо, ну, то есть это гораздо интереснее, может быть, больше сплочено, сплотить коллектив, да. На самом деле у нас в Латвии, я даже выделил, что именно вот игры для компании наиболее популярны сейчас. Вот если игры для семьи, то в втором месте, где-то очень близко, были бы игры для компании. И у нас также очень много было ранее с просьб, в крайнем таком, организовать своего рода корпоративные мероприятия, не только Новый год и Рождество, но также и летом, когда вот при помощи настольных игр пытаться больше сплочить коллектив, либо помочь им начать общаться больше меж собой. И одно из наиболее популярных направлений именно вот настольных игр, современных для компаний, это не состязательные настольные игры, где мы вот пытаемся, вот кто победит, кто лучше, а именно на сотрудничество. То есть мы все пытаемся выиграть саму игру, и вот задача как можно лучше сработаться вместе. Вот такие сейчас на самом деле получают достаточно большую популярность только по миру, но и у нас в Латвии. А какие это, может быть, вы могли бы назвать какие-то конкретные игры? Первым мне в голову пришел Алиас, например, и его вариации. Ну, в принципе, вот Алиас был бы тот вариант, который состязательная игра. Вот конкретно один победитель был бы. Из таких, в которых мы работаем вместе, наиболее популярны это вот коденеймс, которые от нас изданы, и тик-айвенц. Одни тик-айвенцы, на сожалению, только на латышском сейчас имеются у нас, но коденеймс, в принципе, имеется вариация с иллюстрациями. То есть она вообще абсолютно языконезависимая, где мы, по большому счету, стараемся также объяснить слова друг другу, но мы это делаем сотрудничая, то есть мы хотим помочь друг другу эти слова узнать через ассоциации, но есть разные правила ограничения. В случае коденеймс мы видим поле в виде сетки 5 на 5 карточек со словами, и мы играем две команды против друг друга. Вот с капитану команды, который знает, какие слова какой команде принадлежат, он может сказать всего лишь одно слово и одну цифру. И вот с этого команде-то надо понять, о каких словах идет речь. В пик-эвентс немного наоборот. Сама идея от того, что мы только одно что-то даем. Надо одному человеку угадать одно слово, все остальные дают подсказку в виде одного слова ассоциации, но этим словам нельзя повторяться. И тогда вот одна из тех игр, которые в компаниях очень хорошо заходят по вечерам, не только в семейном кругу, но и в корпоративных мероприятиях, потому что люди начинают видеть, кто на самом деле начинает интересным образом думать одинаково, либо связывать, создавать одинаковые ассоциации. И это очень помогает людям как-то найти новые темы для общения или даже, может быть, начать вообще общаться. И порой даже был опыт, когда для новых сотрудников специально организовывались вечера по настольным играм, чтобы помочь им влиться в уже имеющийся рабочий коллектив и начать вот именно как-то более через неформальное общение, узнакомиться со своими коллегами и вот лучше вливаться, так сказать, в этот коллектив. То есть это прямо становится настольная игра, как такой инструмент HR-менеджера крупной компании. А что касается каких-то более-менее уже проверенных временем таких классических, наверное, старшей классической игрой, тот же самый Imaginarium, в которой постоянно допечатывались карточки, они же тоже были на ассоциации? Они тоже были на ассоциации, но там единственное, что он опять-таки был на состязании. То есть ассоциации есть, но мы пытаемся соперничать друг с другом. Отчасти это все еще очень популярно. И все еще вариации Imaginarium начинают, все еще новые версии выходить, но если мы смотрим более какие-то новые современные дизайны и идеи, то все стараются больше идти в сторону сотрудничества. И вот у нас тоже в 2019 году выходила игра Team 3 или команды 3, где по большому счету очень простая задача. Надо построить башенку из тетрисоподобных форм. И мы это сделаем в команде из трех человек. Но проблема. И вот каждый как-то ограничен своей коммуникацией. Один человек, который видит задание, он не может говорить. В итоге ему надо только жестикулировать. Второй пытается эти жесты понять, и он общается с последним третьим человеком, который с закрытыми глазами это все перед собой еще строит. И вот, пожалуй, очень хорошая... Один из успехов игры, в чем мы ее видим, насколько вот она явно и просто показывает людям, насколько нам порой сложно понять друг друга, даже делая такую простую вещь, как подвинь вот синий кубик в правую сторону. А оказывается, человек-то синего цвета не видит, и вам надо как-то по-другому это объяснять. И вот она все-таки лучше вот заходит и нравится молодым людям, то есть уже в возрасте, вот подросткового возраста и старше, или вот людям в возрасте. Потому что она заставляет нас вроде простые вещи делать, но задуматься вот с другой стороны, дойти к решению проблемы как-то с новой стороны. Ардор, а вот вы упомянули о том, что существует достаточно большое количество компаний международных, которые занимаются теми играми, вот а между ними происходит сотрудничество, обмен. То есть вот насколько какие-то ярмарки, встречи, где обмениваются идеями новыми, у кого-то появилась идея, она может тиражироваться уже в других странах по лицензии. Вот как здесь? Тут, на самом деле, я бы выделил два момента. Одно — это при создании новых настольных игр, либо идей, в основном сотрудничают именно авторы, разработчики настольных игр. Они наибольше встречаются между собой, они общаются между собой, делятся идеями. Непосредственно издатели так сильно идеями новых настольных игр заранее не делятся, потому что все-таки это что-то такое, что каждый хочет себе получить и под своим именем выпустить в мир. Но они делятся идеями и показывают уже выпущенные и готовые продукты. Как раз-таки ищут партнеров для лицензирования и распространения игр по всему миру. И вот как вы упомянули, как раз-таки на таких вот ярмарках и выставках это одно из наиболее важных дел, что происходит. Это показать, встретиться с партнерами и попытаться получить лицензию либо для своей игры, или для нас найти другие замечательные, интересные идеи, чтобы их лицензировать, опять-таки, в страны Балтии. Насколько получается, что игры, созданные за пределами нашей страны, могут быть интересны, но вот латвийским? Сложно ли адаптировать иногда, бывает, игру? Где-то какие-то моменты менталитета или языка? Однозначно есть, однозначно такие моменты бывают, но в нашем случае, из-за того, что мы лицензируем игры на все три страны, Балтию, то есть Литву, Латвию и Эстонию, у нас очень важный фактор играет именно языковой барьер. То есть если в игре используют достаточно много языка, мы намного менее вероятно ее будем выпускать. Один из таких примеров был «Повелитель Токио», игра, в которой есть даже колода карт, в которой имеется какой-то язык, в итоге в каждой игре, которую вы приобретали бы, вам шло три колода карт на литовском, эстонском и латышском языках. Отчасти, порой, бывают, конечно, исключения, «Повелитель Токио» как раз-таки один из таких исключений, но бывают также игры, которые по менталитету сложно просто адаптировать, и там тогда уже идет разговор с ее оригинальным издателем, насколько мы могли бы поменять тему или какие-то элементы, которые просто для нашего местного менталитета не подошли бы. Самый простой, может, пример, не столько для латвийского менталитета, а для нашей деятельности международной. Есть у нас игра, только в 2019 году вышла, «Пегасус» на поиск пары животных, где все животные между собой перемешаны, и на ее коробке главный элемент, вместо звоночка, мягкая игрушка свиньи с крыльями, такой как свинтус и пегас, пегасус вместе совмещенные. Вот ее добыть в арабские страны у арабов был интерес, но там свинья. И говорит, извините, нам нравится, но вот это ни в коем случае нельзя. То есть это более яркий пример было бы сложности локальных менталитетов, и вот как игры порой необходимо может подвергать своего рода цензуре либо видоизменениям из-за менталитета. И на какой же вы меняли? Да, в нашем случае, я хотел просто рассказать, как раз таки в этом году я лично видел на выставке одну очень интересную идею, по моему мнению, но она была о спик-изи-барах. Вот в итоге вот это просто... Идея замечательная, презентация класс, но у нас же никто особо не будет знать. И там вот такой шарм сразу теряется, потому что игра начинает... Она рассказывает классную историю, историческое событие, но если его не знать, теряется шарм. Ну да, это правда. Тем более, что в Риге, в общем-то, эта культура особо не развита. Что ж, огромное спасибо. Мы прощаемся с Артуром Перепелкиным, менеджером по мероприятиям Brain Games. Говорили о развитии настольных игр. Вполне себе, в общем-то, получила второе рождение благодаря коронавирусу. Есть и позитивные моменты во всех этих ограничениях. Ну и опять же, когда мозг работает и развивается, это всегда хорошо, это всегда полезно. И корпоративное единение тоже. Конечно, да, его вывели даже инструмент для отдела кадров. Ну, HR, HR для Human Resources отдела. Артур, огромное спасибо. И удачных продаж и новых идей. Всего доброго. До свидания. У нас пауза, после которой в эфире культурная гостья. Мы поговорим с Дианой Галантем. Утро на балконе. Утро на балконе.